Это видео записано для портала Экзегет. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание второй главы книги Деяний. С первого по четвертый стих мы читаем о событиях Пятидесятницы, о сошествии Духа Святого на апостолов. Пятидесятница в Ветхом Завете – это праздник, который был посвящен принесению Господу начатков плодов. В новозаветном осмыслении это праздник, день рождения Церкви, это день сошествия Духа Святого на Церковь, и это действие Духа Святого продолжается до сих пор в нашей жизни, и каждый из христиан усваивает в себе это действие Духа Святого через Таинство Миропомазания, которое совершается после Таинства Крещения. В Пятидесятый день после воскресения Христова апостолы пребывали единодушно вместе. Иногда мы можем прочитать информацию о том, что праздник Пятидесятницы в Ветхом Завете был посвящен дарованию ветхозаветного законодательства. Это не совсем так. Все-таки такое объяснение является достаточно поздней традицией, которая подчеркнута была из талмудической литературы. Святитель Анзатоуст, например, очень интересно обыгрывает вот эту, с одной стороны, бытовую и сельскохозяйственную подоблеку праздник, и, с другой стороны, интересно вплетает сюда и новозаветное содержание. Он произносит такие слова «Смотри, как серп приходит Дух Святой». Действительно, Христос сравнил тех людей, которые будут слушать апостолов, тех людей, которые будут принимать их проповедь, сравнил их с побелевшей Нивой, которая готова к жатве. Жатвы много, сказал Христос, а делателей мало. Вот как жнецы, апостолы отправляются на проповедь, смелую, безбоязненную проповедь после сошедшего них Духа Святого. И мы здесь видим, что вот такой ветхозаветный образ, может быть, такой бытовой жизни, конечно же, конечно же, который преломлялся через веру древних евреев и был поводом для них благодарить Бога как того, кто питает, как того, кто дает жизнь. В Новом Завете получает значение рождение церкви, начало проповеди. И если Евангелие по мысли того же святителя Иоанна Затауста являются повествованием о Христе, то книга Деяний – это Евангелие о Духе Святом. Если апостолы в Евангелии общаются со Христом, от Него получают повеление, например, идти на проповедь или даже не идти на проповедь куда-то, то в книге Деяний этим повелителем становится Дух Святой. Он является в этот день лично, он организует жизнь церкви, он оживотворяет церковь, и через личное общение с апостолами он помогает и способствует делу христианской проповеди и проповеди Евангелия. Деописатель Лука описывает, используя язык образов, вот эти видимые явления Духа Святого, которые можно было наблюдать в этот день. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Как бы от несущегося ветра. Явились разделяющиеся языки, как бы огненные. Мы видим, что с помощью этих образов автор пытается дать нам представление о том, что же происходило, и чтобы мы не подумали, что действительно это был ветер, или это был какой-то огонь, он употребляет вот именно такую конструкцию. Как бы ветер, как бы огонь, чтобы мы понимали, что это доступное и понятное нам сравнение, но не сама суть вещей. Конечно, сами по себе образы ветра и огня, они очень интересны, поскольку еврейское слово «руах», «дух» или греческое слово «пневмо» могут переводиться и переводится как «ветер». Поэтому здесь многозначность этого слова, она в данном случае очень помогает для глубокого восприятия вот этого текста. Что же касается явления Духа Святого в виде огня, то здесь мне бы хотелось привести размышление над этим текстом свидетеля Григория Палама, который говорит, что как огонь имеет свойство просвещать, согревать, но и опалять, так и Дух Святой он согревает, он просвещает тех, кто любит Бога и бывает невыносимым для тех, кто Бога отвергает. Свидетель Григорий видит особый символизм и в явлении огня в виде языков. Это указание на то единственное оружие, которое могли пользоваться апостолы. Это слово, слово Божие, слово проповеди. Почему эти языки явились разделяющимся, почили на каждом из апостолов? Святитель Григорий говорит, что только Христос по своему человечеству имеет полноту Духа Святого, как один из Святой Троицы. В то время как человек может получать только дар Святого Духа, не имея возможности по своей природе обладать им во всей полноте, хотя и не чувствует при этом себя обделенным. Здесь необходимо сделать некоторые примечания к синодальному переводу. «Явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». В греческом тексте Нового Завета, как и, кстати, в славянском переводе, глагол «почили» употреблен в единственном числе. Поэтому следовало бы читать. «Явились языки огненные, и почил по одному на каждом из них». Почему? Потому что в данном случае действующим лицом здесь является Дух Святой. Дух Святой почил в виде огненных языков, а не языки почили. В языках нет особого смысла, а весь смысл в явлении именно Духа Святого. Эта особенность перевода, конечно, необходимо учитывать для правильного понимания данного отрывка. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Несмотря на то, что апостол Павел говорит, что и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, только любовь никогда не прекратится, поскольку именно любовь есть самый главный дар Духа Святого. Тем не менее, в апостольской церкви мы видим дар говорения на их языках как один из даров Духа Святого. Для чего он был нужен? Как мы можем видеть из контекста второй главы, в данном случае речь шла о проповеди на иных языках. Действительно, люди, которые собрались из разных стран, что описано во второй главе стихи, со стиха пятого по тринадцатый стих, они могли слышать апостолов, который говорил на их наречии. Конечно, эти люди были иудеи рассеяния, но которые, будучи жителями других стран, знали, конечно, и языки тех народов. И, о чудо, они слышат, что апостолы говорят на иностранных языках. Причем святитель Златоуст говорит, что когда жители Парфии услышали, что апостолы говорят на парфянском языке, и апостолы поняли, что их понимают, апостолам самим стало понятно, что они говорят на парфянском языке. То есть этот дар Духа Святого он требовал не просто слепого подчинения, но и особого осмысления. Поэтому дар Духа Святого, дар языков, был не только даром проповеди на ином языке. Мы должны воспринимать весь контекст священного писания в целом. И поэтому мы должны обратиться к 14 главе первого послания апостола Павла Коринфина, где дар языков, которым обладали христиане, он описывается несколько по-другому и, казалось бы, в совершенно ином ключе. Согласно писанию апостола Павла, дар языков – это дар именно вдохновенной молитвы на незнакомом, на иностранном языке. Человек должен был не просто обладать этим даром, но, как наставляет апостол Павел, он должен был молиться о даре истолкования, то есть перевода, понимания этого языка, чтобы молился не только дух, но и ум человека получал какой-то плод от этой молитвы. Нет ли здесь противоречия? Нет ли здесь абсолютно разной картины описания этого дара? Конечно, нет. Мы должны знать, что дар Духа Святого в Древней Церкви имел несколько граней, имел, скажем так, несколько задач. Первое, конечно же, это проповедь на иных языках. Хотя, как мы видим из Нового Завета, из посланий апостольских, из книги Деяний, мы не видим, чтобы апостолы пользовались этим очень часто. И это, конечно же, и дар вдохновенной молитвы, которую человек произносил во время богослужения. Это было необходимо для того, чтобы преодолеть очень серьезный порог того времени, который присутствовал в христианской общине. Он был связан именно с тем, что иудейская часть христианской общины продолжала себя считать все-таки некой избранной и особой частью христианской церкви. Мы можем это видеть из апостольских посланий, мы можем видеть это из книги Деяний, что напряжение между бывшими иудеями, которые стали христианами, и бывшими язычниками, оно было. Это была одна из серьезных проблем, с которой столкнулись первые христиане, проблемы христианских, человеческих взаимоотношений. И, конечно же, в этом смысле христианам и иудеям требовалось преодолеть осознание своей национальной исключительности, особой богоизбранности. И поэтому, конечно, когда они видели, что Дух Святой дает человеку дар молитвы на языке другого народа, значит, не только один народ избран ко спасению, но для всех народов открыто Царствие Божие. Ко всем народам обращена апостольская проповедь. Если мы таким образом будем смотреть на дары языков, то не увидим в этих двух описаниях, в книге Деяния и в послании апостола Павла мы не увидим из каких-либо противоречий. Люди не только получили возможность слышать, пробовать апостолов на иных языках, но и самое важное, они в этот день смогли и упрекнуть апостолов, поскольку сама необычность явления и то, что апостолы говорили, как-то непонятно, дало повод некоторым людям обвинить их. Вот эти люди, наверное, напились сладкого вина, и поэтому происходит то, что происходит. И вот, скажем так, это обвинение, оно дало повод апостолу Петру обратиться к людям со своей первой проповедью после сошествия Духа Святого. Это были люди из разных стран, это были парфяне, Медиане, Ламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Оссии, это Малая Азия, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, это другой континент, пришедшие из Рима, Иудеи, Празелиты, то есть это уже не Азия, а Европа. И вот кто-то удивлялся, кто-то восторгался, а ины, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Апостол Петр начинает свою речь, которая изложена в стихах с 14 по 40, с оправдания. Нет, это не действие вина, поскольку сейчас только третий час дня, то есть 9 часов утра. Но это исполнение пророчества, которое когда-то изрек пророк Иоэль, что Дух Святой и зальется на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы видениями, и сновидениями, вразумляемы, будут, и покажу чудеса на небе верху, и знамени на земле внизу, кровь, и огонь, и курение дыма. Конечно, в этом пророчестве много загадочного, но какие-то образы все-таки при внимательном рассмотрении будут нам понятны. кровь, огонь, и коренье дыма. Ну, конечно же, это символы ветхозаветного богослужения. Кровь жертвных животных, огонь, на котором сжигаются жертвы, и дым, который возносится к небу, дым от сжигаемых жертв. Это очень такой емкий, интересный образ богослужения. Конечно же, литургический образ, и не даром это смысле Пятидесятница, являясь днем сошествия Духа Святого, называется днем рождения церкви. Правда, в новой церкви, церкви Нового Завета, будут происходить другие богослужения, бескровные богослужения. Но, тем не менее, этот ветхозаветный образ, основанный на реалиях богослужения Ветхого Завета, говорит о Новом Завете. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Мы видим, что рамки пророчества немного более шире, чем события Пятидесятницы. Конечно же, солнце превратится во тьму, это указание на страдания Христовы, на то солнечное затмение, которое произошло во время страстей Господних. Луна превратится в кровь. Это тоже загадочный символ, хотя можно предположить, что для древней культуры именно красное и багряное противопоставлялось белому, как сейчас мы противопоставляем черное и белое. В книге пророка Исаии сказано, если будут грехи ваши, как багряное, как снег у белю. Поэтому, может быть, эти слова нам говорят о какой-то кардинальной перемене, которая произошла в судьбе всего человечества, когда красное сменилось на белое, белое на красное, что-то произошло уже непоправимое, то, что невозможно возвратить. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Надо сказать, что в целом вся проповедь апостола Петра является комментарием и истолкованием к пророчествам Ветхого Завета. По-другому быть не могло, поскольку апостол Петр обращался к иудейской аудитории, для которой свидетельства Писания были чрезвычайно важны. Поэтому апостол Петр строит свою речь на толковании пророчества Иоиля и отдельных стихов-псалмов Давида. Если мы будем говорить о композиции проповеди апостола Петра, то она, как начинается пророчеством Иоиля, так и заканчивается. Поскольку 39 стих «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальмой, кого не призовет Господь Бог ваш», является скрытой цитатой тоже из пророка Иоиля. Поэтому вся речная как бы взята в скобки из одного пророка. И вот, приведя это пророчество в сошествии Духа Святого, апостол Петр проповедует о Христе. «Иисуса Назорея, мужа засвидетельствовал вам от Бога силами и чудесами и знаниями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и вы сами знаете». Апостол Петр называет Иисуса Назореем, как и мы об этом читали в Евангелии, поскольку Христос был из города Назарет. Ну и, конечно же, здесь мы видим указание на пророчество Исаии, поскольку Иисус был назван отраслью Иесея, а «нецер» — это по-еврейски значит «отрасль». И, в общем-то, каждый иудей, который знал Священное Писание, прекрасно понимал вот значение такого прозвища, которое приписано Христу. И вот апостол Петр напоминает о страдании Христа и о его воскресении. О его воскресении апостол Петр говорит словам пророка Давида «Ты дал мне познать путь жизни. Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». А пророк Давид, обращаясь к Господу, говорит, что он не познает тление. И вот апостол Петр, как мудрый ритор, дар этой риторики он получил, конечно, от Духа Святого, он задает вопрос. А о ком же здесь говорит пророк Давид? О себе? Нет, это невозможно. Потому что Давид умер и погребен. И апостол Петр ссылается на неопровержимый факт. Его гробницы вот здесь у нас рядом. Поэтому Давид не мог сказать о себе, что он не познает тление и что душа его не будет оставлена в аде. А о ком он тогда сказал? О Христе. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлен душа его в аде, и плоть его не видела тления. То есть тление, разрушение и разложение. И вот сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Хочу обратить ваше внимание, что неоднократно в апостольской проповеди мы можем наблюдать некоторые как бы уничижительные выражения о Христе. Например, не Христос воскрес, а Христа Бог воскресил. Не Христос вознесся, а Христос был вознесен. Над этим вопросом задумывались еще в христианской древности, в частности, святитель Анзотауст говорит, что действительно мы видим, что апостолы здесь примеряются к мировоззрению их слушателей. Иудеям было трудно сразу принять знание, что Христос – это Сын Божий, что это Господь воплотившийся. Поэтому они сначала должны были поверить, что он праведник, что Господь с ним, и Господь его воскресил. Святитель Иоанн Залтауст говорит, что апостол Павел назвал Иисуса в Афинах простым человеком и правильно сделал. Потому что для кого-то подлинное знание откровения о Христе является еще твердой и трудно усваиваемой пищей. И поэтому в этом смысле апостольская проповедь, она адресована к сердцу конкретного человека с учетом как его сильных сторон, так его слабостей, так и особенностей его менталитета. Поэтому нас не должны смущать эти выражения, которые говорят как бы о несамостоятельности всего того, что совершил Христос, как будто он это делал не своей божественной силой. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом с сего Иисуса, которого вы распяли». Это очень важное выражение, поскольку мы с вами часто не задумываясь произносим вот это сочетание двух имен «Иисус Христос». А ведь на самом деле сочетание этих имен означает следующее, что вот тот Иисус, который родился от Марии, который был распят, он и есть обещанный пророками помазанник, машех или Христос. Потому что на самом деле кого считать Христом, это был большой вопрос. А апостол наставлен на том, что Христос, обещанный пророками, это есть тот Иисус, которого они проповедуют. Пропыть апостола Петра, в которой он приводит пророчество Иоэля, это третья голова стихи 1-5, приводит пророчество Иисус из псалмов, это 15-й псалом стихи 8-11, 109-й псалом стих 1-й. Эта пропыть не остается без ответа. Мы слышим, что слова апостола Петра произвели определенное действие, и у людей возникает вопрос, а что нам делать, мужи и братья? Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот, путь ко спасению, путь ко Христу следующий. Покаяние, крещение и дар Святого Духа. События Пятидесятницы не закончились этим днем. Каждый христианин приобщается Духу Святому, приобщается Пятидесятнице, имеет эту личную Пятидесятницу, когда над ним совершается таинство миропомазания, или таинство Духа. Апостол Петр в книге Деяний сказал, что Дух Святой сошел на уверовавших, как и на нас вначале. Это он сказал о простых людях. Значит, сошествие Духа Святого, которое происходит на человека в момент таинства миропомазания, является продолжением Пятидесятницы, является жизнью Духа Святого в Церкви и проявлением действия этого Духа в жизни каждого из нас. Завершается повествование первой главы описанием жизни первых христиан. Это стихи 41-47. Благодаря проповеди апостола Петра, но, наверное, и других апостолов, которые проповедовали вместе с ним, в этот день крестились и присоединились к Церкви около трех тысяч человек. Это не очень большая часть народа, который приезжал в эти праздники в Иерусалим, на праздник Пятидесятницы. Но, тем не менее, это очень много. На праздник Пятидесятницы в Иерусалим приезжало больше даже людей, чем на Пасху, поскольку к празднику Пасхи еще навигация на Средиземном море, как мы знаем, по свидетельству древних историков, была еще закрыта. Но к празднику Пятидесятницы Средиземное море делалось способным для судоходства, и, конечно же, Иерусалим могло посетить большее количество людей. И вот именно благодаря стечению таких исторических обстоятельств мы видим такое большое количество обращенных в сравнении с теми 120 членами христианской общины, о которых мы читаем. В первой главе, конечно, это немного в абсолютном отношении, но очень много для начинающей Иерусалимской общины. Типисатель Лука описывает жизнь первых христиан, что они пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Что такое общение? Это слово неоднократно будем встречать в Новом Завете, и этим словом обозначается та совершенно новая жизнь, в которой стали жить христиане. И в отношении к Богу, в отношении друг к другу. Это любовь к Богу, друг к другу, это когда каждый, как мы читаем, не имел своего, но все делились друг с другом, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Конечно, кто-то может высказать предположение, что здесь, наверное, мы имеем какую-то идеальную картину жизни первых христианской церкви, может быть, далекую от действительности. Но если мы обратимся, например, к литературе независимой, к литературе в какой-то степени оппозиционной христианству, это к произведениям языческих авторов 2 века, то мы увидим, что даже они подмечают вот эту удивительную жизнь христиан. В данном случае можно сослаться на произведение Лукиана, которое называется «О кончине Перегрина». И вот в этом произведении он говорит о христианах, он высмеивает их, высмеивает за, по его мнению, глупость, поскольку христиане доверчивы, они никогда не бросают своего брата в беде, они всегда готовы помочь, и чем пользуются нечестные люди и прохиндеи, которые добиваются тем самым своих целей. Но вот такая отрицательная характеристика христиан парадоксальным образом дает нам понять, что строки книги деяний, в которых мы видим такую удивительную жизнь, это правда, это историческая реальность. Что подразумевается под выражением «они пребывали в преломлении хлеба»? Эта фраза дважды повторяется в этом отрывке. Конечно, есть здесь указание на Евхаристию, на то, что согласно повелению Христа они совершали воспоминания смерти Христовой, Таинство Божественного Прочищения, воспоминали Тайную Вечерю, но не только это. Свидетель Азотауст высказывает такую догадку, что здесь есть намек на очень воздержанную жизнь христиан, что они питались самой простой пищей, жили воздержании и основное время посвящали добрым делам и молитве. Каждый день единодушно пребывали в храме. В каком? Это очень интересно, поскольку мы видим, что, несмотря ни на что, христиане продолжали посещать Иерусалимские храмы и молиться там. Принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот мы в книге Деяний встречаем в первый раз это слово «церковь» по-гречески «экклесия» или в других рукописях «эпитуавто», что означает «собрание». Слово «церковь» в Новом Завете будет встречаться более двухсот раз. И именно церковь, которая зарождается в день Пятидесятницы и является предметом рассказа где писатель Луки «История церкви», о которой мы с вами услышим в следующих главах книги Деяний. «Цес история» «Цес история» «Цес история» «Цес история»